Мой день еще не закончился, продолжаю гулять. Сейчас иду в мечеть, по дороге покажу, что продают в магазинчиках вдоль дорог. Цены не спрашиваю, потому что с ними только зацепись и на полчаса с одним продавцом можно застрять. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это мечеть Аль-Хусейн. Она построена в 1154 году и находится около рынка Хан-эль-Халии. Мечеть Аль-Хусейн – одно из самых святых исламских мест в Каире. Полагают, что она была основана на кладбище халифов-фатимидов. Предположение было позже подтверждено во время раскопок. Мечеть была названа во имя внука Мухаммеда Хусейна Ибн Али, чья голова по преданию была перенесена в мечеть в Каир в 1153 году. Мавзолей датируется 1154 годом и является самой старой частью комплекса. Это вход для мужчин. Надо искать вход для женщин. Я не мусульманка, но мне разрешили войти в мечеть. Сказали покрыть голову и заходить. Очень добрые люди. А здесь, я так полагаю, надо сдать свою обувь. Я сейчас это сделаю. Субтитры создавал DimaTorzok К этому месту все подходят, фотографируют. Что там внутри, я не знаю, но понимаю, что что-то очень священное. Каирский рынок Хан-эль-Халили основан еще в средние века эмиром каркасом Эль-Халили. На данный момент это место является крупнейшей уличной торговой площадкой Египта и всего Ближнего Востока. Его площадь составляет порядка 5000 квадратных метров. Рынок расположен в районе Старого Каира. И, как я говорила, недалеко от него находится мечеть Аль-Хусейн. Первое упоминание об этом базаре встречается в источниках в 1292 году. В те времена Хан-эль-Халили был по своей сути караван-сараем, торговым местом, в котором лавочники могли пообедать и отдохнуть после тяжелого дня. Современное же название базара историки связывают с названием склада, построенного здесь в 1382 году. В начале 16 века рынок был перестроен. И с тех самых пор существуют усткие и извилистые улочки кожевников, мебельщиков, чеканщиков, медников, серебряников, продавцов специй. Сегодня Хан-эль-Халили – это место, почитаемое не только туристами, но и египтянами. Люди приходят сюда не столько за покупками, сколько за тем, чтобы полностью окунуться в уникальную атмосферу восточного базара с его экзотикой, шумом, запахами и многообразием предлагаемых товаров. Мебельщиков, может быть, еще раз. Привет? Один минуты. Извините, пожалуйста, пожалуйста. Нет, я не знаю. Может быть, сейчас. Не сейчас, может быть, сейчас. У меня есть что-то в университете. Не сейчас, у меня есть. Нет, 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 это египтянский срез в руки. Спасибо большое. Говорит по русскому? Говорит по русскому? Да, да. Очень галативо. Это же в руки, не так же. Может быть, сейчас. На рынке сувениров вручили визитку. Может, кому надо, запишите себе номер телефона. Закажите египетские сувениры. Из Украины? Украина. Украина, да. Хорошо. Как дела? Слава ласу. Да, слава ласу. Почему? Ой, блин. Ой, блин. Какая прелесть. Зайка балалайка. Зайка балалайка? Шоу ми зайка. Шоу ми зайка балалайка. Давай. Зайка балалайка. Зайка, people of Haiti. Давай, девочка. Ой, блин. Давай. Ну, почему? Где зайка балалайка? Почему? Зайка балалайка? Точка. Точка. Кошка. Точка моя. Ну, это точка. Кошка? Точка. Ладно, точка. Самый хороший магазин. Самый välin магазин. Самый недорогой. Самая бесплатная? Да, самая не дорогая Самая не дорогая Кошка У нас есть самая хорошая пирамида У нас есть самая фабрика У меня работа Очень красиво Подожди, пожалуйста Видите меня Это пепевирус Подожди, пожалуйста Подожди Тихо, тихо Тихо, тихо Сверкает Подожди Один Один Один, два, три Вау Видите? Да Великолепно Очень красиво Дай мне, пожалуйста, свою карту Окей Может, завтра Великолепно Как дома магазин Как дома Как дома Я Мухаммад Хорошо, Мухаммад Подожди Это моя реклама Это магазин Ахмад Ахмад Бамбо Ахмад 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 И меня Удачи 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 тоже Ахмад Ахмад До свидания Пока-пока До свидания Втюхивают Что попало Показал мне дивный фокус Удивил так удивил Как красочка в темноте светится Ходить по рынку Дело утомительное Пристают все Я иду с местным жителем Но это не помогает Может быть какой-то незначительный процент И отсеивается Потому что я не одна Но остальные липнут просто к мухе Каждому надо сказать здрасте Сказать, что я из Украины Что меня зовут Лена Что я ничего не куплю А может быть куплю завтра А может быть потом А может быть никогда В общем с каждым надо поговорить Непонят 100$ в $1 Аааа Ай ну а Хе-хе-хе Звук Аммиг 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 Самый большой рынок Египта Хан-эль-Халили сочетает в себе удивительную атмосферу и возможность покупки множества восточных товаров. Этот базар славится своими декоративными ремесленными изделиями. Здесь можно купить и национальную египетскую одежду, и ткани, и ювелирные украшения, а также посуду, коврики, верблюжьи подушки и домашний текстиль отличного качества. Приобретают на рынке и специи, и кальяны, и каирские лампы, и духи с тонкими ароматами, и различные сувениры, начиная от алебастровых статуэток и заканчивая свитками папируса. В большинстве лавок установлена фиксированная стоимость товара. Конечно, здесь можно торговаться, но не стоит рассчитывать на значительную скидку. Рынок Хан-эль-Халили работает допоздна и закрывается около двух часов ночи, а некоторые кафе, магазины и лавки не закрываются совсем. В большие праздники, например, на Новый год или в Рамадан, базар полностью открыт до рассвета. Здесь какая-то странная местная туса происходит. А это Моузи-стрит. Очень старая улица. Шарики так мигают, я залипла просто. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 что не похожи, что, сколько стоит, понять невозможно. Что написано, вообще неизвестно. Цену тебе говорят, какую сами захотят. Ура! А вот автобус с английскими цифрами. Это не мой автобус, но вот это и есть английские цифры. Они же арабские, а вверху английские. И вот я добралась до своего жилища. Иду домой. Ура, ура! Уже 9 вечера, а завтра у меня ранний старт, потому что завтра раненько еду смотреть пирамиды. Субтитры сделал DimaTorzok